В Сергиево-Пасадском музее-заповеднике принимают работы для осеннего салона. В этом году будет представлено храмовое искусство. И уже сейчас понятно, мастера представят огромное количество техник и материалов. Ткань, металл, смальта, темпера и мрамор. Вот этот экспонат весит 250 килограммов. Как его экспонировать уже придумали, но для перемещения требует сам человек 8. Что вы сегодня купили себе? Мозаичные эскизы. Работы на стене, но еще в лесах. Это в Дивеево. Но мастер работал и в храмах округа, например, в Покровском монастыре. Закончил Астраханское художественное училище на курсе дизайнера-оформителя. В общем, поступил после этого сразу же в иконописную школу в Лавре. И получился там 5 лет. Это тоже работы выпускников и учеников иконописной школы Троицы Сергиевой Лавры. Мы спросили, как из всего многообразия выбрали те, что представят школу на осеннем салоне. Эти иконы в полной мере отражают именно задачи нашей школы. Они более новые. И это новая иконография прославленных святых. Современная наша иконописная школа отталкивается от опыта прошлых времен. Студенты, преподаватели ориентированы именно на время до 17 века. Я бы точно не сказал, какой конкретно век или какая область написания иконы. Но изучая древние материалы, они учитывают какие-то детали, выносят их в свои работы. А вообще, существуют ли модные веяния в храмовом искусстве? Есть ли тенденции, в которых творят мастера? Конечно, есть. Причем, то, что вы называете модной тенденцией, оно существовало всегда. И в истории искусства это называется стиль. Стиль. То есть, вот этот стиль, например, македонской эпохи, если мы берем византийское искусство, или стиль раннего Ренессанса. А последние несколько лет, ну, по крайней мере, наверное, года с 16-го, идут активные поиски. Это и обращение к раннехристианским формам и стилю. И поиск в Западной Европе, когда церковь была единой, то есть, обращение, например, к каролинкской культуре, обращение к 18-му веку. То есть, сейчас настолько разнообразное все. Мне стыдно об этом говорить, но, знаете, когда сейчас вот к моде, даже в женской одежде, да, мы носим абсолютно все, и это изменяем, потому что идет поиск чего-то нового. То есть, не повторение, а выработка нового собственного художественного языка. То есть, такая творческая переработка, да, вот, наверное, можно это так? Да, сейчас вот такой плавильный котел. И чем хорош вот наш салон? Все приходят, смотрят, вдохновляются, что-то перерабатывают. И я уверена, вот через три года, да, вот это уже в переплавленном виде они сюда принесут. Работы принимают до 6 октября включительно. А откроется осенний салон храмового искусства 22 октября. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».